привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть сцп контейнент притч мы находимся в зоне строгого содержания и здесь мы довольно неплохо справляемся этот раз у нас все идет как надо то есть мы поймали 106 в ловушку и теперь у нас не может беспокоить в результате мы не так уж боишь боимся тут сходить мы испробовали очень много из того что хотели испробовать раньше допустим вот с этим объектом как он там сцп 895 мы попробовали применить него всякие меры технического воздействия и как оказалось работает сейчас у нас выбор либо идти направо идти спускаться в технические туннели чего я не хочу потому что это ужасно либо идти налево где у нас проходит зачистка спецназа и попытаться сделать там нужные дела допустим там у нас есть скромник он сидит в отдельной комнате и около него рука у него есть схема управления так это мы уже позвенели управление электроэнергией хорошо осталось вспомнить как нам это все делать куда идти куда податься в зоне судя по всему никого нет если вы видите эти вспышки то это либо искусственный интеллект либо 106 я не уверен наверняка не могу сказать так на вроде тут спокойно да и попадаем и соответственно вместо где уже были можно было просто обойти это все какие предполагал но попытка не пытка проверка была необходимо да действительно мы вот вот отсюда сюда и вот она то есть все было соединено и это на самом деле очень очень удобно и хорошо потому что потому что если пойдет команда зачистки можно будет ее обойти таким образом она по моему движется как раз мою сторону и мы с ними можем встретиться в любой момент так но дверь дверь закрыта вот черт его знает давайте попробуем принципе как раз за этой дверью там по сути то и уже совсем недалеко до спецназа что-то мне подсказывает что они не дошли до сюда и можно смело идти пока на ту сторону видимо они повернулись в другое место где я уже был и пошли туда но вот черт его знает так что для начала давайте разберем все с этим то есть это место в котором никогда ничего не происходит тем не менее тем не менее это жутко тот самый не убиваемый ящер который учеб не убивай он от всего найдет иммунитет даже от ядерной ракеты то есть когда его бомбили во время очередного побега он выжил реально выкалывают ему глаза он выращивает новые отстреливают их он их покрывает каким-то не знаю там броней стекловидный через который может видеть дичайшая приспосабливаемость ко всему при этом он необычайно умел у него только одна слабость это маленькая девочка с которой он дружит и который не может причинить вреда то есть он и всегда слушается и только только она остается рядом с ним живой так хорошо тут у нас похоже очередной обход а вот здесь вот могут быть эти вы знаете судя по всему они ушли туда потому что дверь открыта хотя нет это видимо я так оставил дверь потому что вот эта дверь закрыта ну-ка так тихо солдаты там солдаты там знаете что я предлагаю сейчас мы побежим сюда закроемся закроемся и здесь у нас и здесь у нас просто пипец какой-то познакомьтесь это скромник и на него нельзя смотреть это я объясняю тем кто впервые на нашем празднике жизни еще не знает местных приколов нам нужно в эту комнату представляете так хорошо можно было бы на какой-нибудь другой слот сохраниться и дверка такая открывается типа проходить так я буду очень аккуратен он не атакует если его есть на него не посмотришь поэтому я как-нибудь так генератор запущен основное питание получено так я сохранюсь пожалуй и аккуратненько потихонечку он сейчас тихо 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 топливный насос включен не знаю что но включена вот хер знает почему спецназ не идет за мной сюда идите сюда ребятки тут вам дадут просраться скромник в чем его прикол даже если вы увидите его на фотографии то есть его лицо в этот момент в этот момент неважно на каком расстояние от вас он об этом узнает и он движется к вам он может идти очень долго его можно запирать куда угодно он вырвется то есть абсолютно я не знаю там села обшить листом титана разорвет его найдет силы и он поймает вас и убьет вы все трупы если увидите улицу я же не говорю про банальные двери этой лаборатории хорошо супер вирус класс эвклит блин как страшно я реально я не могу туда смотреть спокойно так я думаю газовая маска мне тут не поможет хватает вроде как она не воздушно-капельным путем передается вот это вроде как одного уколчика не знаю зачем я сюда иду но так надо вот и она хранится да что у нас здесь и не помню так проблемы связи проблемы связи так типа сжигания хорошо неизвестный отказ так контеймент из цепи 08 неизвестный клиент пожалуйста назовитесь и назовите причину отказа в случае если короче говоря мы не смогли они уничтожить цепи 0 08 то есть вирус который здесь находится и говорят что сюда ни в коем случае не заходите потому что это очень опасный вирус хорошо давайте почитаем каким путем он передается только в случае физического контакта так 0 0 8 173 ты издеваешься что ли и тут 173 так бывает нет так 0 0 0 0 8 1 короче может это вылечить но у нас нет 0 0 8 1 описание стопроцентная смертельность стопроцентная эффективность хорошо давайте заглянем это звучит очень очень увлекательно 173 похоже решил взять на себя функции 106 то есть дедушки теперь он будет доставать меня абсолютно везде хорошо мне это вообще не надо это и не нужно но вот так вот не бойтесь это это просто костюм а то в прошлый раз когда мы тут были я тут в панике бегал народ реально испугался так хорошо я в костюме да и в этом костюме тратится что-то не сильно помогает да давайте потрогаем и потрогать его не могу даже а как же физический контакт а понятно короче говоря убило даже через костюм предыдущий раз просто мы укололись тут чем-то и в итоге ушли отсюда спокойно не знаю ладно хрен с ним давайте уходить короче говоря проверили мне понравилось хазмат против чего еще может помочь нам интересно во время игры по моему не против чего то есть если только давайте оставим хорошо теперь нам нужно пройти обратно через спецназ через скромника и это не круто я надеюсь с этой стороны тоже закрыта твою мать придется тем же самым макаром смотря в стенку да он идет за мной 173 как же шумно тихо ой он увидел меня твою мать мне хана мне хана ну хоть посмотрим на этот что с тобой? я опять сломал игру короче говоря, скромник впервые дал сбой ну и что ты думаешь, я тебе дам все? нет, я лучше выду и загружусь это слишком страшно, потому что короче, он должен был выйти через дверь но похоже решил, что дверь чуть правее и уперся в стенку ладно, я сам виноват я просто посмотрел короче говоря, вы заметили, да? что вы только что видели его лицо приятной ночи, господа так, подожди а почему дверь закрыта? а что? а как так? я что-то сломал опять? ну вот это работает а как я обратно должен вернуться, по-вашему? да и по нажимать, это что за издевательство? короче, вы представляете это офигеть как круто 173-й тут, да? да нет, он походу внизу там и бесится все короче говоря, я не знаю как отсюда выбраться число ну ладно почему вот эта дверь не открывается для меня серьезная загадка что нам остается? нам остается так, как там это пишется? я уже забыл игра все-таки не работает не работает нормально ничего не вижу в темноте хорошо или там нужно было он написать похоже он надо было написать короче говоря я играю в темноте надеюсь, вы смотрите в темноте потому что, ну, блин что я пишу вообще? ну, клип он о, норме норме все так, вот мы здесь и теперь ох, темно кстати говоря у меня для вас есть задание небольшое напишите мне в комментариях пожалуйста хорошую клаву с подсветкой ну, чтобы при этом не механическая была потому что вот эта вот та Ford TX7 которая у меня я ее очень люблю хотя она и очень старая и раздолбанная это вот лично моя клава но уже начинает доедать реально она ночью плохо видно да и некоторые кнопки начали залипать хорошо мы могли бы уже по сути двинуться вперед в административную зону но у нас еще есть дела здесь поэтому давайте нормально так подожди я просто не помню искусственный интеллект он находится в административном блоке или он находится в зоне строгого содержания поэтому да и не только поэтому у нас более миллиона причин мы двинемся в эту сторону и посмотрим парни похожие из команды зачистки ушли куда-то сюда я надеюсь что мы с ними больше никогда не встретимся с той стороны у нас есть технические помещения а с этой стороны мы в принципе все исследовали и тут нам позади делать-то особо нечего да да вы знаете похоже что солдаты пошли куда-то сюда что самое страшное то что я здесь еще смотрю а нет я тут был ух твою мать нет я тут не был или был был а почему дверь приоткрыта так да был был там мы выключили дистанционное взрывное устройство на бомбах местных хорошо значит у нас остается один путь в технические помещения так 106 тут заперли да все я понял где мы находимся короче говоря остается путь в технические помещения вон туда нет нет не туда сюда сейчас мы опять пройдем через эту пропасть и будем надеяться что по дороге не встретим солдатиков просто насколько я помню смотри все двери открыты я не помню то ли я их вот так оставил открытыми то ли реально ладно я думаю скоро это узнаем короче пока что я хочу сказать что я больше всего на свете ненавижу технические помещения вот эти туннели потому что там водится 173 а еще а подожди а еще там водится 106 которого мы поймали соответственно там теперь у нас одна проблема 173 и с ним можно как-то еще разобраться когда он один так это очередной обход хорошо там подобрали колокольчик в результате чего у нас теперь такие страшные глюки тоже не то так ну все понятно фу лады господи сколько тут всего здесь у нас компьютер да все нам вот сюда хорошо еще я ненавижу эти помещения потому что здесь постоянно ломается лифт то есть заходишь в лифт а там кнопки нет вполне возможно так же будет и в этот раз посмотрим так я тут сохраняться не буду потому что иначе потом выйти не смогу так это то самое место где у нас чемная доктор водится так хорошо давай притопим просто пробегаем никуда не смотрим ничего не делаем мы здесь про просто проходим так давай не подводи лифт приезжай быстрее пожалуйста ох отлично неужели они действительно все поправили я даже поверить в это не могу так так ну и что я вас поздравляю мы похоже блин опять эта штука нет я думал что мы оказались по другую сторону от этой двери но мы кстати говоря и оказались по другую сторону от этой двери мы вон там были тут похоже вышли и довольно просто все получилось так ладно тут мы еще не были неизведанной территории еще один так что это такое так я бы хотел чтобы ты просто убил меня это из измерения деда и тут кто писал что он не может хотел бы чтобы ты не был тобой а ты бы хотел короче полное безумие какое-то кто-то говорит что это можно засунуть машина по улучшению то есть помнить этот точный механизм и в итоге там вырезают какие-то новые письменные подробности твою мать это что-то новенькое господи да сколько же здесь в этих всяких коридорчиков вы знаете если бы мы были сейчас недалеко от машины улучшения я бы пошел туда потому что у нас столько вещей которые мы никогда не пробовали собственно улучшать так очередной выход и опять ты да твою мать кстати говоря я вас поздравляю мы мы здесь были то есть мы проделали огромный крюк хотя хотя мы давайте-ка мы вернемся назад там у нас есть туннель обслуживания заглянем туда как бы мне не хотелось обратного но в итоге или у меня глаза слезятся просто изучим что там есть а после этого мы сможем вернуться назад и попробовать все-таки зайти в ту машину на улучшение либо мы сейчас умрем и все будет гораздо проще ладно погнали вроде как ничего не слыхать 173 я думаю было бы уже слышно если бы оно было здесь хрен поешь так ничего не видно еще ты так мне здесь просто нужна одна комната в которой может быть кое-что хорошее это она и в ней нет ничего это все было зря так хорошо и здесь где-то вот вот отсюда же мы получается приехали да судя по всему да здесь еще один лифт должен быть на котором мы сможем попасть куда-то в другое место короче говоря пока что я вижу что сюда мы ходили зря сильно сильно зря потому что страшно и без результатов так второй лифт куда же ты меня приведешь лифт ну понимаете база у базы серьезные проблемы это лифт сломался что это такое вообще 173 прям за дверью но он не сможет ее открыть я надеюсь по крайней мере куда я попал суперкомпьютер кстати говоря сейчас он может в прошлый раз он не открывал мне дверь потому что я что-то не сделал в этот раз мы вроде сделали все что могли может теперь он выйдет со мной на связь нет он не хочет меня видеть то есть получается в административном центре есть своя система электроуправления ее тоже надо будет вырубить после чего проделать непростой путь вот сюда хорошо это мы запомним твою мать я не останавливался даже шел вперед но вы не представляете как я похолодел внутри просто это реально было страшно будем надеяться 173 туда не пришел пока мы тут сша ходим черт мне надо было в другую сторону идти да ладно с такой выносливости конечно веселее бегать так ну что сейчас возвращаемся в самый самый зад если можно так сказать для этого в принципе у нас прямая дорога сейчас ой мать да блин оно мне теперь везде будет являться постоянно краем глаза вижу эту хрень короче говоря вот он выход и давайте на этом наверное закончим это было страшно но в итоге справляемся и у нас все меньше и меньше вот в этот раз вообще плотно так идем реально просто исследовали вообще все что могли то есть теперь нам надо будет вернуться назад я попробую еще чуть-чуть лучше улучшить навигатор чтобы он отображал мне сцп потому что скорее всего я это не сделал попробую улучшить вот эту штуку попробую вот эту вот улучшить то есть поэкспериментируем ты меня бесишь просто бесишь меня мужская короче говоря давайте на этом прощаться увидимся в следующей серии и там будем разбираться я думаю с искусственным интеллектом по-любому за время вот этого прохождения надо будет разобраться хотя как там получится игра постоянно подкидывает какие-то неожиданные сюрпризы посмотрим в общем надеюсь вам понравилось спасибо что смотрели подписывайтесь комментируйте вступайте в группу вконтакте все как всегда всего хорошего пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok